Несмотря на разгар зимы, весенняя капель началась в одном из общежитий Твери. Жильцы терпят коммунальное бедствие. Серьезную проблему вскрыло потепление, пришедшее в регион. Жители дома обратились в редакцию нашего телеканала с просьбой рассказать об их проблеме и помочь добиться помощи. Это видео жильцы общежития по адресу маршала Захарова, дом 6, сняли накануне приезда нашей съемочной группы. На лестничной площадке начался дождь. Воды с крыши хватило, чтобы охватить этажи с четвертого до первого. Я вчера шла под зонтиком, вот с этой стороны под зонтиком шла. Обратно возвращалась я с той стороны. Возвращаясь с той стороны, течет кухня. Ну а если вот на лампочку попадет, ну что будет? Это вообще невозможно. На лестничной площадке сейчас видны последствия потопа. На полу лужи, а с лестничных пролетов медленно продолжает капать вода. Залитая проводка, боятся люди, может однажды привести к непоправимой трагедии. Крыша протекает, у нас есть две лестницы. С одной стороны и со второй. По второй стороне вообще невозможно подняться. У нас также на этаже есть по две кухни. Одна кухня нормально, вторая кухня, я заметила, она начала течь. То есть там до лампочки оставалось немного, чтобы дотечь. А у нас там подключены машинки. Впрочем, как рассказывают жильцы, протечки в доме были и раньше. Но последние несколько лет потоки воды, проникающие в помещение, становятся все больше. Вот эта сторона вся, вся мокрая. И смотри, смотри, вот эта сторона и упадет. 32 года здесь живу. Никаких ремонта вообще. Но за ремонт берут, а делать не делают. Уже давно не делали. Лет, наверное, 20. Сложившуюся ситуацию прокомментировал директор управляющей компании общежития. Он рассказал, что крыша требует капитального ремонта. Своими силами УК провести его не может. Жильцы сами должны обратиться в фонд капитального ремонта. Протекает край самой крови. На следующей неделе, в первой половине недели, будет заказана вышка, вычищены кровли, установим момент места протекания. Остается надеяться, что до потенциального ремонта стена и крыша не рухнут. И, видимо, как говорится в известном афоризме, в значительной степени спасение утопающих – дело рук самих утопающих, ну и их управляющих компаний. Мы продолжим следить за ситуацией.